А, как я экзамены сдавал? Ребят, всё очень просто. Я списывал, я все экзамены списал. Все вообще. Которые у меня были, все экзамены, я всё списал. Если говорить про школу, да даже если не про школу говорить, про шарагу, я в школе списал все экзамены. По русскому языку списал, по математике списал, блядь. По всем предметам. Ну там, видите, у нас ещё учителя более-менее нормальные были. Я когда русский язык сдавал, мне училка дала списать. Она просто мне приносит книжку с этими, с ответами. На парту мне её кладёт. Ладно, расскажу честно, как было. Мы пришли все сдавать экзамен. В целом классом. Тут как бы ещё прикол в том, что я не сдавал ЕГЭ. Я сдавал обычный традиционный экзамен, который были тогда. Я же, типа, человек пожилой, тогда ещё ЕГЭ, оно было не обязательно, оно было в тестовом каком-то формате. И у тебя был выбор, сдавать ЕГЭ или нет. То есть можно было отказаться. Я отказался, нахуй, от ЕГЭ. Вот. И сдавал обычный экзамен, который ещё тогда был давным-давно. И таких людей было много. Кто тоже сдавал обычный экзамен. Вот. И мы пришли, короче, все сели. Училка берёт, короче, эти самые... Как это? Решебник или как это хуйня называется? Ответы на экзамены. Такая стопка этих книжек, короче говоря. И просто берёт и всем, нахуй, их раздаёт. Всем вообще. Ну, все такие, окей. И все списали. Весь класс просто взял, списал. Через 15 минут мы уже все домой пошли. Вот. Вот такая хуйня. Это было по русскому языку. По математике я помню... Там вообще история пиздец. В неё никто не поверит. Я очень переживал касаемо экзамена по математике. И в один момент мне снится сон, что я сдаю билет номер 6. Вот. Я тогда ещё к репетитору ходил. И мы готовились к экзамену. Я прихожу к репетитору, говорю, бля, у меня сон приснился там. Шестой билет, типа. Она такая, а чё, давай, ну давай мы его подготовим на всякий случай. Я говорю, ну давай, блядь. Вот. Подготовили, но проблема в том, что я его нахуй забыл. Я прихожу на экзамен. А там ещё такая тема была, что мы на экзамене по математике сдавали... Все сдавали один билет. Все один билет сдавали. Почему-то, я не знаю. И мы приходим, садимся, доска такая закрытая, соответственно. Училка её вот так открывает. А там билет номер 6, блядь. Я такой, чего нахуй? А я его забыл. Мы его типа решили, а я... Ну я не поверил, что, ну типа, ну приснился сон. Ну хуйня ж полная. Я как бы и не запоминал. Ну я прихожу на экзамен, а там билет номер 6. Тот, который мне и приснился. Ну не проблема. Я его тоже списал. Впереди меня девка сидела. Я такой, ну дай списать. Она такая, ну на. Ну я списал. Ну и всё. Вот. Про остальные экзамены, если говорить, то же самое. Я все списал. Я к ним вообще не готовился почти. Вообще никак. Я, если так-то говорить про учёбу, я домашнюю работу, например, я тоже всё списывал. Я никогда не делал домашнюю работу дома. Никогда. Я приходил чуть пораньше в школу, и у кого-то списывал. Вот. Перед началом уроков. Всё. Дома я ещё хуйней занимался. В Call of Duty играл, там, я не знаю, в GTA San Andreas мультиплеер. Но чтобы дома, домашку, я, если бы даже попытался, бы не смог, потому что я вообще ничего не понимал. Вот. Вот и всё, блядь. Так, ага, ну да. Нет. Внебрачный сын Гладу Валакаса Аркадия Паровозова рассказывает об опасности порно для мальчиков и девочек. Смотреть подробнее. Чего? Приветствую вас, мои славные друзья. Спасибо большое за то, что вы смотрите это видео. Сегодня мы поговорим на одну, мягко говоря, не очень приятную тему, которая, тем не менее, требует нашего самого пристального внимания. Ой, духота, блядь. Наркомании, там, героиновой, кокаиновой, алкогольной или никотиновой. Всегда будет присутствовать четыре компоненты. Все ведущие, там, институты и организации признают, что зависимость сегодня и наркомания определяется состояниями мозга. Так вот, этих состояний основных, главным образом, существует четыре. Это сенсибилизация, десенсибилизация, дисфункция префронтальной коры и нарушение работы стрессовой системы. И так уж вышло, что использование порнографии приводит ко всем этим четырём пунктам. Сенсибилизация – это формирование триггеров, по большому счёту. Например, ваши родители уходят из дома, и у вас неожиданно появляется желание включить порнографию. Почему? Потому что всякий раз, когда родители уходили из дома, вы включали порнографию. И вот у вас в голове… Не порнографию, а стримхесса, прошу заметить. Внутри сформировался этот самый ментальный триггер, который внушает вам непреодолимое желание зайти на любимый сайт. И на данный момент есть 27 исследований, которые демонстрируют, что люди, которые… А что вам мешает делать то же самое, но даже когда родители дома? Просто берёте, делайте, похуй на родителей. У вас чё, нет своей комнаты, что ли? Где вы сидите один с закрытой дверью? Стыдно? Нет, то есть подожди, а как вы, вы чё, вы в одной комнате все сидите, что ли? Хорошо. То есть вам стыдно посмотреть порнуху, но вам не стыдно смотреть мой стрим при своих родителях, что ли? Да вообще, я считаю, это говно, а не исследование, блядь. Типа, чё порно вызывает зависимость? Ну, предположим, да. Предположим, даже не сколько порно вызывает, наверное, зависимость, сколько желание вообще делать это. Ну, то есть дрочить, потому что, типа, ты же это делаешь, и тебе приятно как бы. Причём ты вообще порнуха? Причём ты вообще порнуха? Не было бы порно, люди бы всё равно это делали, понимаете? Фантазируя что-то у себя в голове. Потому что это потребность, это как сходить посрать или сходить пописать. Так же и подрочить. Ну, типа, ты, конечно, можешь вообще забить на это, да? Но я слышал, это так же вредно, если долго этим не заниматься, как бы, да? И терпеть, вот. То, соответственно, и проблемы могут быть. Безусловно, отрицать я не буду, что люди делают это уж слишком часто, некоторые там. Ну, я, например, помню в своё время, блядь, когда жил один, мог и каждый день. Вот, вот, да. Чуть ли там не по два раза, знаете, утром и вечером. Вот. Это много? Что именно много? Каждый день? Наверное, ну, да, да, наверное, я не знаю. Если это видео, зачем ты мне кидаешь ссылку на телегу? Я ещё не понял. На Хесуса напиздели. Это кто, блядь? Ты кого? Это... Что бы я выбирала? Типа, Лекса, который затуп, или Хесус, который стримит политику, при этом не разбираясь в мии? ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Вот это да. Не, я вообще считаю просто, что каждый, кто говорит подобное, да, говорит подобное, сам, по идее, должен тогда разбираться в политике. То есть, если человек заявляет мне о подобном, ну, видимо, он тогда разбирается в политике. Но проблема в том, что они сами нихуя не знают. Они сами этой политикой никогда не интересовались. Вот. И начали этим заниматься вот только сейчас. Мне по кайфу. Когда вдруг неожиданно это стало неудобно, блядь. Ну, слушать некоторые, скажем так, вещи. Неприятно. И они начали свой нос ссувать сюда. Вот. Утверждая, что они якобы разбираются. Да кто ты, блядь, вообще такая, нахуй? Господи ты, боже мой. Не разбираюсь, блядь, в политике. Здорово всем политологам, ребят. Че, как там в школе дела? У вас там, я так понимаю, это... В школах, видимо, отдельный предмет. Это так и называется политика. Вы там изучаете политику. Ну и, соответственно, шарите вы ней. Ага, расскажете, блядь. Прах, спасибо тебе за сто...